Всем привет! Сегодня я хочу немножко рассказать о вот таком замечательном миниатюрном радиоприемнике Vega 341. Приемник действительно хорош был для своего времени, сделан он был также во времена СССР. Выпускался в 1987 году в двух модификациях. Дело в том, что эти радиоприемники уже начали снабжаться универсальными микросхемами. И вот данный радиоприемник, в отличие от своего собрата Vega 341, без буквок РП, собран на микросхеме К174Х10, усиливающий каскад. А радиоприемник Vega 341, просто вот так вот без этих буквок, собран на транзисторах. Радиоприемник имеет питание от батарей, 220 в него не засунешь. Ему нужно 4 маленьких пальчиковых батарейки 316-х. Переключение диапазонов выполняется кнопочкой вот здесь вот. Он имеет всего два диапазона, длинные и средние волны. Приемник полностью исправен. Продемонстрировать его работу мы сможем только с помощью блока питания. Надо сказать, что как многие советские хорошие вещи, этот радиоприемник был рассчитан на диапазон питания. То есть имея блок питания от 5 до 10 вольт, вы могли запитать этот радиоприемник без боязни его спалить. Давайте попробуем его включить. Продолжение следует... Думаю, достаточно. Дело в том, что музыки мы не дождем. Совещающих станций в средневолновом и длинноволновом диапазоне у нас нет. Но при желании вот эти вот радиоприемники очень легко переделываются на более высокочастотные станции. И я, наверное, даже сделаю такую переделку. Он по конструкции весьма прост. Я изменю диапазон на короткие волны и, по крайней мере, Японию, Корею или Китаю можно будет по нему слушать. Ну, не знаю, музыку или новость, разницы особой нет. Ну, вот такой вот замечательный приемник советских времен. Вот его, в отличие от полена, о котором я рассказывал ранее, носить более приятно. Он легкий. Ну, ремешок на руку или можно просто его сунуть за пазуху или бросить в сумку. Он достаточно ударопрочный. Мы брали его в походы, роняли и, как бы, даже сколов не появилось. Пластик до сих пор держит. Вот. И приемник до сих пор живет. А вторую жизнь я ему собираюсь придать через некоторое время. О чем, наверное, сделаю отдельное видео. Всем пока.